Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Дмитрия и Анастасии Девцовых. Вы их все знаете как организаторов проам-турниров, но сегодня мы попытаемся открыть их для вас с новой стороны. Помимо вашей деятельности в айпаде, расскажите немножко, чем вы еще занимаетесь в Московском танцевальном союзе, в клубе «Спартак», еще где-то, может быть? Ну, во-первых, здравствуйте. Приятно, что вы нас пригласили, в принципе, на это событие, на это интервью, особенно учитывая то, с кем вы встречались и до нас, уровень, особенно последнего вашего гостя. Деятельность у нас связана не только с организацией проам-турниров, но и, как вы правильно сказали, Московский танцевальный союз – это любительская организация, в рамках которой, собственно, и функционирует наш танцевальный клуб «Спартак». Это член Российского танцевального союза, у которого есть и представительство и в Москве, и в Дзержинском, и по Москве в разных регионах, несколько филиалов. Собственно, мы занимаемся любительским танцеванием, дети, ювеналы, юниоры, молодежь, взрослые, профессионалов пока нет. Ну и проам-танцевание. Московский танцевальный союз тоже его развивает. Собственно, вот это вот деятельности есть. Помимо Московского танцевального союза у нас зарегистрировано, я сам являюсь с недавних пор руководителем общества с ограниченной ответственностью, проам-ассоциация, Прада, зарегистрированная в России, собственно, которая вошла в айпады как представитель от России. Ну и в айпады я являюсь членом совета директоров. Понятно. Вы такая красивая пара. Расскажите, как вы познакомились, встретились, может быть, танцы у вас связали, и какие танцевальные успехи у ваших деток? На самом деле, очень часто такое есть мнение о том, что мы познакомились как-то на почве танцев, но это произошло совсем не так. Познакомились мы, когда я училась в гимназии, Дмитрий там работал, он у меня не преподавал. Познакомились на почве, на самом деле, дополнительной внеклассной деятельности. У нас гимназия была активна в этом плане, у нас была пионерия. Я, собственно, как раз являлась представителем пионерской дружины, а Дмитрий, собственно, возглавлял всю эту активную деятельность, и поэтому очень часто взаимодействовали на разных таких внеклассных мероприятиях. И, собственно, на почве вот этой активности и познакомились, и вот по сей день, собственно, на этих активностях, и тоже до сих пор ими занимаемся. В общем, организовывали мероприятие уже с... Да, это еще достаточно давно было, да. Дети, вот как раз-таки дети уже, они, да, занимаются танцами, они пошли по Диминам стопам. Я никогда не занималась танцами. У меня единственный опыт – это свадебные танецы, да. Но я очень трепетно вспоминаю всегда это событие. Надеюсь, что у меня когда-нибудь тоже будет возможность обязательно затанцевать, пока, к сожалению, на это нет времени. Рвется в фруам, уже многие партнеры предлагают свои услуги. Я была уверена, что вы танцовщица, прям уверена. Это было очень такое мнение, да, но я очень хочу, честно говоря, погрузиться как-нибудь в этот мир. Я надеюсь, будет обязательно такая возможность. Вот, но пока только вот со стороны организма. Приходится наблюдать, но она уже, например, Лешу просит, чтобы он ее пару движений научил. Сам бы джеб уже освоила. Скорее, когда сын подрастет, он возьмется для меня. В домашних условиях. Тогда что-то получится. А дети танцуют, да, очень нравится. Особенно вот сыну, он вообще очень большой берет пример от папы, ему очень нравится. Вообще все, что делает папа, ему нравится тоже. Постоянно присутствует на турнирах, он все время просится, хочет тоже ходить на вечернее отделение, наряжаться, подбирать себе костюмы. Он вообще очень погружен в это все. Так что я думаю, что, может быть, он как-нибудь тоже наполнит нашу команду своим присутствием. Понятно, здорово. Ну, перейдем к острым вопросам. У нас такой назрел и больной вопрос. Про вам сейчас, когда мы смотрим на график турниров, их стало очень-очень много, практически каждый выходной. И это приводит к тому, что количество пар на турнирах снижается. Что, в общем, не очень хорошо и для самих участников, и для организаторов. Вот, что вы думаете об этом? И если вы делаете свои турниры, да, есть ли в планах посмотреть со временем, да, если турнир не рентабелен, то его, может быть, отменить впоследствии? Ну, наверное, начать стоит с того, что все турниры, которые добавлены в календарь, они туда добавились не по нашей какой-то прихоти. Это, наверное, каждый раз ответ на запрос со стороны участников. То есть, если, наверное, эти 16 турниров немножко распределить как московские и не московские. Ну, там уже не 16, там уже за последние пару недель появились. Ну, да, 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 потому что реально есть интерес на проведение именно региональных мероприятий. Анонсы мы будем делать в ближайшее время. Ну, да, как продолжать по поводу. Такие слова, как доступный, оно немножко связано, как будто что-то некачественное. Где-то, видимо, упускается качество в пользу уменьшения стоимости. Но вот нам уже удалось провести два турнира, лет и осень. Я думаю, наверное, опыт этих турниров показал нашим участникам, что возможно проводить, не теряя качество. Но эти турниры, в которые регистрация ниже, чем, ну, скажем так, мы провели некий срез стоимости, она ниже по сравнению с нашими на 30%, а с остальными и до 40% и 50% доходит. То есть это действительно такая большая возможность поучаствовать за меньшее средство, скажем так. То есть этот турнир, наверное, своей ниши, поэтому, наверное, их не стоит сравнивать с остальными другими конкурентами, потому что они действительно проходят в своей среде немножко. И оставшиеся четыре московских турнира мы для себя, на самом деле, тоже выделяем как такие, ну, можно сказать, флагманские, можно сказать, ну, потому что каждый из них – это какая-то своя история, своя душа. Если разобрать их так по порядку, первый из них – это красно-белый. Это вообще… Ну, собственно, с чего все вообще начиналось? На нем еще я танцевала, да, я помню. Я думаю, вы помните всю эту историю развития. У нас тогда пять пар было про на нем. Да, то есть это турнир такой уже, скажем так, для нас большой истории. Это наш первый опыт. Мы на нем в чем-то ошибались, росли. Учились. Собственно, да, учились. Были разные площадки, были среди них такие очень обсуждаемые. Я думаю, не стоит о них напоминать, но каждый раз – это рост, каждый раз – это поиск чего-то нового. Второй из этих турниров – это елки. Ну, это вообще турнир, который, мне кажется, сразу попал прямо в душу, прямо в сердце. Но вообще, на самом деле, у нас с Дмитрием новогодняя вот эта атмосфера, Новый год в целом – это такой праздник, к которому мы всегда в нашей семье подходим с особым трепетом. У нас есть определенные традиции. В какой день в году мы наряжаем елку, в какой день мы убираем, потому что… Ну, то есть, к этому празднику всегда относились очень так трепетно. И этот турнир, наверное, удалось передать этот трепет в этом турнире. Вот это отношение к каждому, возможность подарить каждому чуточку новогоднего вот этой сказки, новогоднего настроения. Шарики на елке – это прямо у всех вообще в топе. Ну, вот уже все спрашивают, задаются вопросы, что же мы придумали в этом году. Но мы удалось придумать, долго ломали голову. Да, долго думали, как же можно превзойти в чем-то шарики, потому что они, правда, вызвали очень большой такой отклик. Оформление зала соответствующее. В этом году елки пройдут опять в Немчиновке, как и первый и второй раз. Но зал, как мы и уже анонсировали, будет оформлен совершенно не так, как и у нас, и у других организаторов. Ну, собственно, он будет неузнаваем. И в плане геометрии этого зала, и в плане украшения этого зала. Так что зал будет очень красивым. Но вместе с этим многие участники говорили, что Немчиновка размер, такое количество участников уже не совсем вмещает. Поэтому мы в этом году турнир проводим не в одном зале, а в двух одновременно. То есть стартуют латинисты в одном зале, стандартисты в другом. Потом они соединяются, тангеры продолжают танцевать в круглом зале. И, собственно, любительский конкурс детский мы вынесли на следующий день. Но это уже не секрет. И я это говорил в открытых обращениях, что если сейчас у нас соберется такое же количество пар, а, судя по всему, оно будет близко к этому, у нас уже на данный момент люготная регистрация еще продолжается, но уже почти 100 пар зарегистрировано, именно бальных пар, я не говорю про танго, то мы переедем на более большую площадку, и это будет такой очень серьезный вызов, как для нас, и, наверное, очень интересная площадка для ПРОАМ. Там пока турниров танцевальных не проходило, но это очень такое... Интрига. ПРОАМовское место, да, скажем так. Ну вот, то есть это два крупных наших турнира, и оставшиеся два это ПРОАМ ГЮЛС в этом году, который такой небольшой ребрейдинг в нем произошел. Ну, это своя история, это праздник для девушек, это преддверие 8 марта. Соответственно, все там будет создано для того, чтобы подарить некий праздник для женщин, с этой стороны подойти к этому вопросу. И четвертый турнир — это Moscow Calling, это турнир Дмитрия Клокотовой, Анастасии Клокотовой. Это тоже, наверное, турнир со своей какой-то душой и историей. Во-первых, площадка сама, Крокус, это, можно так сказать, мека танцевального спорта, где многие пары терпели разные чувства. Это были где-то отчаяние, где-то радость, победа, гордость за свои достижения. Ну, то есть ощущается на этой площадке такая легендарность некая, и эта площадка была выбрана для того, чтобы подводить наши итоги года. На этом турнире у нас подводятся итоги сезона. И в этом году, на самом деле, на меня огромное впечатление произвело. Мы подводили итоги и вручали всем памятные тарелки. Мы тоже присутствовали, тоже вас подготовили. И на место приезжал гравер, который по факту, потому что итоговая категория... Да, это прям феерично было. Поэтому мы прям подумали, что да, вот такое подведение итогов, это очень красиво. И поэтому, если сейчас еще раз задать себе вопрос, не много ли этих турниров, мы так думаем, а какие... Ну, если брать московские, например, для начала хотя бы. Да, именно московские. От каких бы из этих турниров мы могли бы отказаться? Ну, и кажется, наверное, у каждого есть какая-то своя душа. Нужно. Да, каждый по-своему нужен. Это вот в плане московских турниров. Это то, наверное, что и создает вот эту конкуренту в Москве, именно соперничество. Потому что, если брать региональные турниры, то там, естественно, такого бешеного количества турниров в каждые выходные нет. Понятно. Вот вы еще пошли за границу, так скажем. У вас два заграничных турнира в Турции и в Эмиратах. Вот планируете ли вы это направление тоже как-то развивать? Может быть, в других городах, в других странах? Ну, во-первых, уже на сегодняшний день у нас в Эмиратах два турнира, потому что уже анонсировали 12 февраля. Опять же, мы были спокойно готовы к тому, что мы назначили следующую дату, 29-й, чтобы не пересечься с тем организатором, который там уже несколько лет проводит. 29 октября 23-го года. Но после турнира пары остались отдыхать еще на 2-3 дня. Мы, собственно, тоже еще 2 дня отдыхали. И в процессе разговора закрутилось все так, что партнеры, профессионалы, их партнерши говорят, что это было всегда традиционно, что в конце января все ехали и танцевали в UK. Ребята, любители, профессионалы, те, кто серьезный уровень из себя представляет. И затем перед чемпионатами России в разных организациях, которые начинаются в марте месяце, все могли себе позволить съездить в Эмират, и это было востребовано. Ну, собственно, организатор, который проводил в Эмиратах, он сказал, что он с русскими дел иметь не хочет, как с судьями, так и танцорами. И сказали, ну, Дим, проведи. Мы сказали, ну, если есть запрос, то почему нет? Собрали быстренько в чат, написали. Так, ну, сейчас, судя по тому количеству заявок, которые есть, но народу будет в полтора, то и в два раза больше. Причем, что интересно, у нас даже были пары, которые танцевали на следующий день у вот того организатора из Соединенных Штатов, например. Они приехали, и они сказали, что им понравилось больше у нас. И они теперь в этом году, ну, 12 февраля поедут к нам, а не к нему. Хотя опять дата совпадает. Собственно, мы думали сместить дату, но они говорят, дата выбрана идеально с точки зрения мирового календаря, в том числе любительского и профессионального танцевания. А другие стороны, у нас были, знаете, идеи, и даже были люди, которые, и они сейчас есть, кто хотят с нами контактировать и проводить совместные мероприятия. Это были и запросы из Словении, из Германии, из Франции. Но я думаю, что на ближайшие годы у нас ситуация будет обстоять так, что вряд ли это будет возможно. Поэтому Турция и Объединенные Эмираты, это, наверное, то, что... Казахстан плотно с нами сотрудничает, и я думаю, что рано или поздно там также состоится мероприятие, возможно, не под эгидой, но при поддержке айпада. А так Беларусь тоже самое. Но это вот наша весь бывшая СССР. Да, да, это перспективно. Вот еще по поводу регионов, тоже это одно из таких перспективных направлений развития, потому что у нас много пары в Тюмени, например, в Екатеринбурге. И как раз недавно обсуждали с девочками, что те турниры, которые сейчас есть в Екатеринбурге, ну, оставляют желать лучшего. Вот не планируете ли вы туда двигаться, куда-то в этом направлении? На самом деле планируем, и, может быть, такие свои ощущения немножко передам. Мы, когда проводили турнир в Эмиратах, столкнулись, ну, наверное, об этом уже можно говорить, с тем, что все-таки сейчас немножечко побаиваются взаимодействовать, в принципе, с русским человеком. Может быть, как-то опасаясь каких-то будущих ограничений и так далее. И, соответственно, изоляцию такую мы ощутили на себе. И я думаю, русский танцор, в принципе, сейчас ощущает эту изоляцию. И поэтому, наверное, когда мы вернулись, были наполнены таким желанием развивать все больше танцевания именно у нас. Соответственно, получаем большой очень отклик от пар. Собственно, эти турниры тоже вот там в Новосибирске у нас сейчас будет, в Нижнем Новгороде, планируется в Краснодаре тоже турнир, тоже сейчас о нем расскажем. Это как бы не наше такое первостепенное желание, это был запрос от участников. Во-первых, мы... Живущих именно там. Да, то есть мы контролируем статистику всех турниров, которые проводим, допустим, Красно-Белый кубок, на него традиционно приезжает порядка 30-40 пар из Нижнего Новгорода. То есть там пар много. Соответственно, и я допускаю, что много пар тех, которые, ну, каким-то определенным обстоятельством не могут себе позволить выездные турниры. Соответственно, там этого сейчас очень много, и мне кажется, это, ну, наверное, правильно именно развивать сейчас все это танцевание, в принципе, в стране в целом. Допустим, вот сейчас с нами вышли тоже на контакт пары из Краснодара, они планируют там открыть свое сообщество право, потому что они очень долго боялись выезжать на московские турниры, хотя танцуют уже очень прилично. Потому что было какое-то, бунтовало такое мнение, что Москва, тут мастодонты танцевали в Новом Мире, куда нам, на один паркет с ними, мы еще чуть-чуть порастем, потренируемся, может, по местным турнирам поездим. Ну, и все же как-то так вышло, что они рискнули и приехали, были очень приятно удивлены, причем даже постояли они на пьедестале, потому что действительно уровень у них очень высокий. И у них возникло тоже желание, собственно, они с нами вот скооперировались в этом вопросе, они сейчас будут продвигать свое сообщество право в Краснодаре. Они уже начали активно собирать какие-то базы, помогать этим парам выезжать на турниры. Но, опять-таки, они описали вот свою сейчас ситуацию. Для того, чтобы им выехать на турнир, авиасообщение сейчас ограничено с югом, им надо сначала на машине... Ну, они едут до Минеральных вод, потом летят в Москву. До Минеральных вод 4 часа, оставляют эту машину. В Сочи еще тоже нет. Ну, то есть, это очень сложно сейчас выехать. И там это танцевание, мне кажется, оно прям кричит от того, что кто-то, кто-то, да... Сделал для нас свое мероприятие, да, потому что, ну, как все региональные мероприятия, которые проходят, и это сами участники этих про-ам мероприятий, они подтверждают то, что они их вписывают в любительские турниры и делают это, ну, так, как вот, по моему опыту, делали в Москве, там, 15 лет назад. И, соответственно, те единицы, которые доезжают до Москвы и участвуют, они, конечно, говорят, ну, ребят, это совершенно не способствует развитию про-ам у нас. А если брать глобально, то в каждом регионе России представлена, ну, там, все знают эту сеть танцевальных клубов, большую по всей России, про-ам клубов. Но, понимаете, они живут своей жизнью, которые никак не связаны с календарем про-ам, причем, что хочется заметить, даже порой и со своим собственным календарем, потому что, ну, все знаете, что там Алексей Миндальон возглавляет как НАСК, так и сеть танцевальных клубов. И, ну, для меня было, например, большим удивлением, когда я узнал, что параллельно с турниром Евгения в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге будет проходить турнир этого клуба, который он также возглавляет, просто параллельно в этом же городе, в эти же даты. Хотя и то, и другое проходит под эгидой одной и той же организации. Это, конечно, вызывает вопросы, но я к тому, что вот эти клубы, они живут своей жизнью, и совершенно... Они говорят, либо вступайте к нам в клуб, но не всех девушек это устраивает, и отношения в этих клубах тоже не всех устраивает, либо, собственно, ну, танцуйте как хотите. Поэтому девушки из Нижнего Новгорода, и из Новосибирска, и сейчас из Краснодара, я думаю, что и там будет и Сочи, они говорят о том, что нам хочется развивать это направление, и мы хотим танцевать по руам, но не хотим принадлежать какой-то определенной касте, входить в какой-то клуб, чем-то себя ограничивать, а проводить мероприятие самостоятельно мы пока что, грубо говоря, не умеем. Поэтому происходит такая кооперация, запрос. На самом деле, как только мы объявили регистрацию, открытую в Новосибирске, тут же еще из одного сибирского города вот буквально через два дня позвонили, сказали, вот сейчас уже все идут переговоры, выбор даты, хотят проводить мероприятие там. Какой город? Есть не секрет, а секрет? Ну, пока что сейчас они когда-то вернятся, да, но это тоже за Сибирью. Поэтому и мы, вот вы говорите Екатеринбург про качество турниров, но мы, например, туда не идем, потому что, ну, во-первых, не звали. Во-вторых, насколько я знаю, что там есть мероприятие, тот же самый Маск проводил сейчас в Екатеринбурге турнир, вот знакомые судьи там судьи, сказали, что это достаточно приличного, хорошего уровня. Мы знаем, что в Челябинске тоже есть девушка, занимающаяся ПРОАМ, она тоже организовывает там один или... А, один турнир она организовывает, один турнир Вероника организовывает, или даже два уже турнира. И у них получается это вполне себе качественно, и, собственно, оттуда к нам не обращаются. Но вот из-за двух сибирских городов обращение произошло, и, собственно, из южных городов тоже происходит. Поэтому мы не видим для себя препятствий отказывать людям. И вообще, мне кажется, что, в принципе, развитие турниров в регионах, оно приведет к тому, что произойдет развитие, в принципе, ПРОАМ танцевания как такового, потому что, ну вот, допустим, Нижний Новгород, этот Волжский район, да, там есть рядом богатые города, такие как Казань, Самара, Чебоксары, и везде есть контингент девушек, женщин, которые готовы танцевать в системе ПРОАМ, но они порой об этом даже не знают. А партнеры, которые, может быть, что-то слышали, не представляют себе, как, в принципе, это функционирует и как с этим работать. И вот сейчас, например, в Нижнем Новгороде мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас участников из Москвы и Санкт-Петербурга кратно больше, чем участников из Нижнего Новгорода. Потому что было ощущение среди нижегородцев, что едет Москва, и это что-то страшное, что мы, типа, просто посмотрим. А пока что для первого раза. Ну да, очень много приобретают именно зрительских билетов. Во-первых, там тоже есть свои нюансы. То есть, зрительских билетов невероятное количество. Сейчас еще и телевидение вышло на нас, и администрация города. Все хотят, короче говоря, все хотят посмотреть, что же это будет такое. Сначала посмотреть. И на самом деле, пока не начинаешь проводить мероприятия в регионе, не понимаешь какую-то специфику. То есть, вот сейчас сложилась такая ситуация, во-первых, что, когда мы вышли в Нижний Новгород, оказывается, в регионах есть такая нехватка партнеров. То есть, есть такая, очевидно, это сейчас так особенно проявилось, что есть, допустим, один партнер, у которого 4 партнерш. Естественно, когда к ним в город приезжают турнир, все хотят выступить. Но вот эта проблема присутствует. То есть, пока, наверное, мы не проведем мероприятия. Сложно как-то сейчас судить о том, очистить, вообще делать какие-то прогнозы. Но первое событие, оно всегда такое, в чем-то пробное, в чем-то авантюра. Ну да, нам требуется зарекомендовать себя, провести мероприятие на уровне. Вместе с этим, если говорить о ликвидации, скорее, не о ликвидации, а о пересмотрах, например, дат, то в Нижнем Новгороде мы столкнулись с тем, что мы, правда, к этому не были готовы и не предусмотрели этот момент. Регионы, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, практически все, они зарегистрированы исключительно в ФОТСАРе, то есть в аккредитованной спортивной организации. И для ребят специфика такова, что они, работая в ПРУАМе, финансово, работают плюс-минус, примерно точно так же, как и в своем спорте. И, ну, на данный момент они выбирают свое развитие как судьи, тренера своих учеников. В приоритет ставят всегда это относительно ПРУА-партнерши, видимо, которые воспринимаются как пока что хобби или еще подобное. То есть, соответственно, параллельно с Нижним Новгородом проходит большое всероссийское соревнование в Казани. Очень много партнеров едут туда либо судьями, либо тренерами своих учеников. А, соответственно, эти девушки идут сейчас гостями. Поэтому вот в плане пересмотра дат это мы будем пересматривать. Ну и на будущее тоже, как бы сейчас сразу берем во внимание календарь именно ФОТСАР, потому что он для тех ребят, которые танцуют в этих регионах, ну, имеет большое, играешь, да, большое значение, большую значимость играет. Ну, а также, не знаю, связаны ли эти события или не связаны, но после анонса турнира в Нижнем Новгороде мы увидели, что и другая организация тоже... Как тут, ну, вы заметили. Да, да, да. Очень. Ну, и по мне, это очень-очень позитивный момент. То есть, чем больше будет, наверное, таких событий, тем больше вообще все, в принципе, танцевальное это направление будет развиваться, продвигаться. То есть, это очень позитивное изменение. Насколько мы знаем, исторически вот этот гербовый зал, ярмарки, в нем танцевали раньше, ну, тоже это был ФОТСР тогда, но в силу того, что турниры начали разрастаться среди любителей, она, конечно, перестала принимать в себя всех желающих. И они танцуют сейчас в там экспо-центр, есть такой, ну, короче говоря, что-то типа нашего крокуса. В основном танцуют там. И я считаю, что позитивно, потому что это реально самая красивая центральная площадка. Ну, это а-ля наш Кремль. Да, интерьеры прям впечатляют. Поэтому и то, что наши оппоненты, да, спустя там два месяца ставят такой же турнир в этот же зал. Но я считаю, для Нижнего Новгорода это исключительно позитив, потому что выиграем от этого мы все, как бы они к нам ни относились там негативно, хотят, чтобы мы перестали функционировать или подобное. Но количество пар танцующих пруам в Нижнем Новгороде наверняка вырастет. Там в Нижнем Новгороде и соседних там Чебоксарах, Самаре, да даже в Казани, что странно, что в Казани в принципе прав не сильно развит. Но скорее, наверное, это связано с вероисповеданием, там, наверное, не всем дозволено танцевать с мужчинами за руки, держаться. Но развитие произойдет, и я думаю, что и на их мероприятии, и на наши мероприятия просто больше будет ходить народу. Мы в календаре стоим достаточно комфортно для жителей Нижнего Новгорода. А пары, которые не могут себе позволить выезжать в Москву вообще, потому что кто-то может себе позволить раз, кто-то два раза в год. Но условно там пять раз в год вообще это единица. А пары, которые не могут себе позволить, но это постоянно танцевание для себя и потом на дне рождения у мужа, но рано или поздно это надоедает. А тут можно себя реализовывать. И вот получается Мотивация. Конечно, условно, два турнира в Москве плюс два турнира в Нижнем Новгороде тоже 4 турнира. И, в принципе, для среднестатистической работающей женщины это нормальный график. Турнирный, да. Если куда-то далеко не стремиться. Мы, кстати говоря, готовясь к этому всему упустили, момент сейчас сказать, когда мы начали это обсуждать, что лестно, что ваш портал и вы конкретно поднимаете вопрос формирования календаря, но нас очень сильно удивляет, ну, персонально меня, отсутствие желания выяснить какие-то вопросы по календарю от наших оппонентов. Как бы они сейчас, я не знаю, какую позицию занимают, но наши танцы, они, как я думаю, очень сильно отражают происходящее в мире в целом. Да, и если мы возьмем параллели с происходящим вот конкретно в нашей стране, да, все знают, что произошло присоединение неких территорий. Мы можем провести аналогию с созданием неких турниров. Но как бы дальше, чтобы не происходила эскалация внутри календаря ПРОАМ для всех, можно садиться за круглый стул и обсуждать, что сделать дальше для того, чтобы всем было более или менее комфортно. Но на диалог не идут. Хотя, хочется, вот я вспоминаю все время рассказ Сергея Рюпина о том, как строилась ПРОАМ-сетка календарей и вообще, в принципе, функционирует в Соединенных Штатах. Как бы мы к ним ни относились, к американцам, да, но я считаю, что это флагманская организация, флагманское, точнее, объединение в системе ПРОАМ. Родоначальники. Да, во-первых, родоначальники ПРОАМ. Во-вторых, весь их бизнес построен таким образом, что у них, ну, количество энтрес, по сравнению с нашими турниры, даже самыми большими. Ну, я не беру наши, да, наших оппонентов, но количество энтресов в Соединенных Штатах, оно кратно больше, чем... Да, там с 7 утра это норма. Да, и турнир идет еще пятидневный, то есть танцуют все, все, что угодно, как угодно, но, как говорит Сергей, они однажды сели давным-давно за круглый стол представители разных организаций, потому что у них, естественно, этих организаций так же, как у нас много. И они договорились, давайте мы сделаем календарь таким образом, чтобы вот вы приехали, участики приехали во Флориду, и они там по всему этому побережью тусуются. Сначала у нас, потом у вас. И интересно это прежде всего в финансовом плане будет всем. Да и участникам тоже, им не придется мотаться домой, обратно, потом еще куда-то. Но вот у нас пока что, ну, наверное, такой менталитет российский. И, в принципе, главам... Может быть, еще не вызрело, да? Да, может, просто нужно время, да? Главам организаций, которые являются нашими оппонентами, я их такими считаю, не знаю, как они относятся к нам и как они нас называют, им, наверное, тоже виднее, они все-таки в танцах значительно больше времени, но любые объединения, коллаборации... Вообще в целом кооперация. И умение, да, договариваться, конечно, это всегда ведет к большему позитиву, чем какие-то деструктивные действия. То есть, короче говоря, созидание, оно всегда лучше, чем... Мы не теряем надежду, что все организаторы сядут однажды за стол переговоров и договорятся о датах турниров. Вы еще являетесь первопроходцами по поводу введения новшеств, да, на разных турнирах, мероприятиях. Вот вы первыми отменили входные билеты, за что девочки прям все благодарны. Вот вы ввели новые категории, да, для новичков. Вот чем вы будете удивлять в следующем году и дальше? Есть ли какие-то новшества в планах? Ну, смотрите, во-первых, по этому вопросу хочется сказать, что все, что происходит в жизни iPad, ну, если брать Россию, то это Prado, в плане формирования неких правил, то это, конечно, отклик от запросов девушек. И если бы не то вот это, скажем так, коллективное мышление, то и, возможно, не было бы каких-то таких позитивных подвижек и развитий тех же правил, ну, и, собственно, организации, если бы вот девушки не высказывали, не давали бы обратную связь. Ну, и, собственно, мы бы ее, наверное, не воспринимали бы. К тем новшествам, которые хочется отметить, ну, во-первых, первым новшеством было уже давным-давно, года два назад, это отмена обязательного участия в синглах, которые потом, конечно, все, кто независимо от маск, подхватили эту идею, да, продолжили двигаться, но я считаю, что хорошая идея, она может воспроизводиться всеми, ничего в этом такого страшного нет. Дальше идея от члена как раз нашего спортивного комитета, Стелла Орлова, по поводу начинающих, она, в принципе, ратует за развитие вот этого, именно, начинающего проам, да, уровня ньюкамера и бронз. Она много работала в сети, этой самой большой, знает опыт развития и так далее, она очень много советует по этому поводу, и это было ее предложение, которое мы доработали, собственно, и вот реализовали, которое будет первый раз в Новосибирске реализовано, затем в Москве, если брать, то и проам, то есть, соответственно, танцевание на оценку, когда девушки выходят, можно абсолютно не переживать, не нервничать, соревноваться ни с кем не надо, тебя в любом случае оценят и наградят, и ты получишь удовольствие от того, что это произойдет в вечернем отделении. Дальше тоже можно будет выйти и с тремя танцами, то есть это не то, что у нас уже было введено для тех, кто владеет четырьмя танцами. Да, именно, да, почему там, один, два, три танца, можно хоть один танец выбрать. Суть категории такая welcome категория для новичков, чтобы показать себя в вечернем отделении. Не выйти, да, на сингл, это сенсовать один сингл и все уехать, и целый день. Когда еще нет зрителей, когда еще не наполнен зал, то есть это именно возможность, ну, у детей есть такой аналог аттестации, он называется, то есть нет соревнования именно непосредственно на места, а это соревнования просто на собственную оценку. Вообще, дети и проам это движущая сила в России, но это правда так и есть, и, честно говоря, и правила-то, и категории, они очень схожи. Мы пришли к тому, что мы организовываем мероприятия для проам и для детей, ну, и для открытых, ну, рейтинговых уже классовых групп, но только до, там, 13 лет включительно детей, потому что у взрослых уже больше запросов, слишком много политической подоплеки, да, в этих соревнованиях, поэтому на данный момент так, дальше есть планы проведения, но скорее это будет за границей, сделана категория для профессионалов, то есть профессионалов по приглашениям, профессионалы каждый раз задаются вопросом, почему на ваших красивых мероприятиях нет категории профессионалов, мы говорим, ну, потому что вы сначала решите ваши вопросы с вашим руководством, где вы числитесь в организации, ну, мы сразу же сделаем, потому что это не наша компетенция, вот, дальше по по правилам входные билеты, честно говоря, мы их включили в правила, в правила регистрации турниров, которые мы проводили сразу же, но это было, вот, когда начало развиваться большое количество турниров, если вы помните, когда вы как раз участвовали на красно-белом кубке, входных билетов как раз и не было, но, видимо, из-за того, что этот турнир был один из многих, на это не сильно обращался внимания. Затем, это было, как бы, наверное, дань традиции тем, кто организовывает мероприятия в ПРУАМ, что они должны быть. Когда я начал выяснять у людей, которые организовывали или участвовали в турнирах в ПРУАМ, там, 10 лет назад, или когда появилось, сейчас 15 лет, будет отмечать первый турнир в ПРУАМ, но вот на сегодня мне никто не дал какого-то адекватного ответа, зачем они вообще, в принципе, нужны, если человек и так уже участвует. Нам что-то объясняли, что они могут станцевать синглы, а потом остаться зрителем, но как-то это как-то совсем натянуто, знаете, такой ответ подтянутый за уши. Собственно, поэтому мы приняли решение, что, ну, действительно, наверное, будет более справедливо и адекватно, прежде всего, если этих входных билетов для учеников не будет, а зрители, пожалуйста, как покупали свои билеты обычные, либо за столики, так и будут покупать. Ну, и от этого будет, наверное, больше развития. Условно, мы лучше соберем больше пар и в финансовом плане сыграем тоже на то же, чем мы соберем поменьше, но зато с входными билетами, грубо говоря. На елках мы впервые применим систему, которая применялась в танцевальном спорте. Правда, честно говоря, я вот танцевал по этой системе лет 15 назад, но я думаю, что все, кто танцевали, это система Redance. Собственно, идея заключается в том, что у пары появляется второй шанс. То, о чем мечтают и думают многие, когда они вылетают в первом туре, говорят, блин, смотрят видео, надо было здесь дотянуть еще что-то. А тут вот именно в нашем чемпионате Прада будет использоваться эта категория, то есть, грубо говоря, из тура четвертьфинала 24 пар в полуфинал будут отобраны сначала 6 пар, остальные 18 еще раз перетанцуют и вот, возможно, те, кто по количеству крестов были там в 12, а кто-то за ними, они могут тусануться, потому что, ну, с другим настроем выйдут, перенастроят, ну, смогут показать более хороший танк. Будет как бы два финала, да? Не-не-не, это не два финала, только в первом туре, только с первого тура прошли 6 пар, затем из 18 отобрали еще 6, и все, они дальше уже в полуфинале соревнуются, все новое, хорошо забытое старое, то есть, систему Redance применяли раньше, потом ее перестали применять, просто в силу того, что мы слишком много участников на турнирах в ФТСР, сейчас там, ну, знаешь, по 400 пар, это 400, а танцуют из них 100 пар, еще 300 перетанцовывают, это на целый день, а вправо, ну, вот, решили попробовать, я надеюсь, что это может получиться. в любом случае, пока не попробуем, не будет какого-то отклика, то есть, не все идеи, на самом деле, которые, может быть, рождаются, они приживаются, но в любом случае, эксперименты, это всегда что-то новое, интересно. Да, также вот, что касается категории батл, это тоже было заимствовано, у нас есть девушка, которая нам помогает в каждом турнире, она все время держится, почему у вас не проходит батл? Она находится в такой же среде, но среди хип-хоп танцоров, у них тоже есть турнир, она очень часто проводит некие аналоги в наших и в своих турнирах, что-то даже приносит хип-хоп. У них федерация даже возглавляет, между прочим, бывший бальник, который бывший глава клуба ЦСК Андрей Николаевич Коковолин, так что там... то есть очень много аналогов, да, и она все время спрашивала, почему вы не хотите провести батл? Вот у нас все время в конце турнира проходит живая атмосфера, почему бы и нет? И тут еще совпало, что это, ну, мы решили это во времена года, но атмосфера зала вот этого круглого, она как раз-таки говорит о том, что да, вот все батл-то они как раз в кругу проходят, и тут прямо вот геометрия, скажем так, зала и мероприятия, она... На пользу всему происходящему. Нет, естественно, какие-то эксперименты может быть будут приживаться, может быть не будут, но в любом случае надо пробовать. Мы всегда открыты к какому-то диалогу, всегда на самом деле готовы получать разные отклики, не только позитивные, мы как бы негативным комментариям всегда относимся с большим уважением, потому что в любом случае это развитие. Мы понимаем, что мы, наверное, в этом мире не так, может быть, давно, естественно, не все понимаем, и самое главное, что делаем тематику не для себя, а как раз-таки для этих участниц, и, естественно, готовы всегда слушать эти комментарии, поэтому что-то будет приживаться, что-то нет, но экспериментировать мы будем продолжать. Да, негативный комментарий это зона роста, как говорят психологи. Ну, абсолютно. Я даже, знаете, вот в плане, наверное, наших турниров у нас, возможно, такая самая удачная комбинация в плане заряда к подготовке турнира, потому что, ну, насколько нам известно, насколько до нас доходит информация, что, ну, есть такая немножко негативная волна, и на самом деле эта негативная волна, она создает такой внутренний заряд, это какой-то вызов самому себе. А ну, почему же плохо? Постоянно надо быть в тонусе. Мы сейчас проведем совсем неплохо. То есть это постоянно тебя стимулирует к чему-то самому себе в первую очередь доказать, просто провести это на должном уровне. И когда, соответственно, есть такой гнет-гнет-гнет напряжение перед турниром, и потом турнир проходит, и ты получаешь наоборот волну какой-то позитивного отклика, и вот эта комбинация такого нагнетения в начале и вот этого позитива в конце, это, наверное, самая лучшая комбинация, вот мотивирующая нас к тому, чтобы дальше создавать еще больше, лучше, качественнее. Но добрых и позитивных советов, конечно, больше, подавляющее большинство, и что приятно отмечать, то, что девушки, женщины, как вы, имеющие опыт в проаме, то есть фактически с самого начала, понимают, что мы слышим, слушаем это все и стараемся воспроизводить, и как бы, если поначалу это все было так, ну, опасались, какие-то давать советы или рекомендации, или делать замечания, то сейчас это происходит все на настолько на живом и быстром общении, что, ну, собственно, и принятие решений для того, чтобы избавиться от каких-то шероховатостей, происходит тоже достаточно быстро. поэтому в этом плане вопрос там с открытым судейством мы тоже проходили много раз, мы пробовали его делали, потом мы его отменяли, сейчас ходят тоже разные вопросы, делать его, не делать, да, но мы сошлись на том, что все-таки открытые судействы мы пока откладываем, но при этом, кстати говоря, вот в разговорах с проам-девушками, что меня удивило, многие вообще в принципе не знают то, как происходит работа, но в частности у нас, все привыкли к тому, что есть другие организации, да, которые давным-давно проводят и они знают о том, что, например, результат публикуется условно в среду после турнира и вот девушка была настолько шокирована, когда она мне говорит, вот там, мол, а как можно там узнать у судьи, как вообще в принципе понять, кто нас плохо отсудил, если результат публикуется там спустя несколько дней. Говорю, так у нас как-то награждение проходит, сразу же результаты висят на сайте уже, года два мы практикуем это, мы даже и говорить не знали, мы туда, мол, раньше среды и не лезем на сайт искать эти результаты. Ну да, то есть у нас последний турнир вообще проходит так, что, грубо говоря, пара выходит с паркета, но это касается синглов и мультинаций в первом отделении, что результаты вот они сразу же попадают на сайт по той же ссылке. Собственно, кто из отборочного тура вылетел, они тоже видят сразу, кто кресты поставил, кто не поставил. Да и мы на самом деле всегда говорим тоже нашим участникам, что если есть какие-то вопросы, если есть какие-то сомнения, надо не стесняться подходить к главному судье, задавать их. То есть мы максимально открыты, максимально готовы вообще предоставлять любую информацию и соответственно... Ну да, на прошлых елках вы знаете, что, собственно, мы допускали весь спортивный комитет в судейскую зону познакомиться с тем, как проходит работа, как работает счетно, как главный судья распределяет судей, ну, как судья судят и так далее. То есть все это можно было посмотреть изнутри и мы по-прежнему открыты. Если есть запросы, то, пожалуйста, приходите. Потому что... Пожалуйста, это всегда открытый процесс. Опять же, конечно, летают вот эти негативные нюансы и моменты, да, огульных каких-то обвинений, которые называют железными, но при этом не предоставляют никаких доказательств, потому что они говорят... Но для тех, кто имеет какие-то вопросы, я всегда повторяю, что мы достаточно быстро всегда реагируем на сообщения, на звонки, мы всегда отвечаем. И если есть интерес погрузиться в нюансы происходящего, то мы всегда только за. Замечательно. Это очень ценно всегда. Вы также создали рейтинг iPad, который оценивает АМ-участница. Вот расскажите, по каким принципам он формируется и отличается ли он от рейтинга Masked, если да, то чем? Ну, смотрите, честно говоря, как формируется рейтинг Masked, я знаком только так отдаленно, но, насколько я помню, что там в свое время можно было получить возможность участия в категории Best of the Best и, соответственно, выиграв, получить, по-моему, бесплатное, сейчас это все, по-моему, отменилось у них или там 50% дают скидку, и все это было завязано на то, какое ты место занимаешь на определенном турнире. То есть, короче говоря, зависело от уровня твоего танцевания. У нас, в силу того, что мы помимо категории Scholarship используем категорию Grand Prix либо титульных чемпионатов, собственно, по ним и формируется рейтинг для определения лучшей девушки либо мужчины, если это АМО, а мужчины, которых мы, кстати говоря, тоже награждали. Не все, правда, дождались и поняли, что, в принципе, они заслуживают награды в Кроксе, но награды ждут своих победителей. Я думаю, что на ближайших турнирах мы все отдадим. То есть, мы ввели шесть номинаций, которые мы рассматриваем. Во-первых, лидер по набранным очкам девушка. За каждую обогнанную пару девушка получает один балл. Это соревнование происходит либо в открытой категории в возрасте 46+, либо до 46, либо в объединенном возрасте, но в уровне New Camera Plus Bronze. То есть, соответственно, даже новички тоже имеют право на получение этой награды. Затем есть у нас лидеры по количеству участий в турнирах. То есть, топ-партнер, топ-партнерши, увидели эти огромные кубки. Это просто количество станцованных выходов. То есть, в одном турнире несколько выходов. Соответственно, чем больше, тем выше у них рейтинг, тем больше они получают. это не рейтинг, это просто статистика. У нас скидка как раз по аналогии. Она даже не по аналогии, потому что мое мнение было таким, что чем больше участница танцует, тем больше она скидку имеет право получить, а не чем лучше она танцует. Потому что некоторые тогда будут обречены вообще никогда их не получить. А тут, условно, если ты принимаешь количество в 5 турнирах и более, у тебя 30% скидка. Ты ее заслужил и хоть последние места занимает постоянно, но у тебя скидка на участие есть. Но ты нацелал на скидку носил. Да, да, да. Вот в этом плане. Топ-студия это, соответственно, то же количество выходов, сделанных этой студией. Какие еще мы называем? Да, все, собственно, гран-при в трех уровнях и количество выходов партнера, партнерши. Что знаменательно, что партнеры, партнерши за количество выходов получают такой большой кубок у нас вручался на турнире сейчас у нас это Елена Ермолаева владеет и Виталий Диденко. Там уже выгравировано было то, что 2022 год. Они, соответственно, 2023 год мы заберем за неделю до мероприятия. У них эти кубки реквизируют, если они их не продадут. Такая же система переходящего кубка была как раз на краунгкап в Дубае. Там на матч, на тим-матч. Вы, кстати, не планируете это делать? На тим-матч мы как раз делали. Знаете, когда у нас был на первом тогда еще лендискап объединились друзья в эти пары. Было очень живо и интересно. Да, это всегда очень зажигательно. Потому что проходит все болеет. А каким принципом сейчас вот это все объединять? Сейчас, собственно, страны объединить вообще проблематично. По городам можно попробовать. Если у нас регионы разовьются, мы, наверное, вот сейчас сезон естественно дотанцовываем по тому принципу, который у нас сейчас есть. Но вот новшества, которые тоже назревают у нас в связи с развитием количества мероприятий в регионах, о том, что у нас будут во-первых рейтинги и внутрирегиональные и будет формироваться принцип получения звезды, который, кстати говоря, тоже раньше был. У нас будет зона по аналогии с футболом Север, Центр, Юг и отдельно взятая Москва. Четыре зоны и лидеры на определенных мероприятиях, кто будет выходить в топ, будут получать, но я думаю, что начнем мы с одной звезды, которая будет позволять пропускать тур в любой из категорий, где они хотят. Круто. Потому что порой участницы говорят, что мы, например, регистрируемся на красный-белый кубок, хотим станцевать и суперкубок, и чемпионат, и scholarship, но в силу того, что там, как правило, это бывает 9 туров, ну, физически это очень тяжело. А, например, они могут взять днем и в суперкубке себе автоматом с помощью своей звезды пропустить этот один тур. суперидея есть. я не пройду. Ну, в общем, вот это вот формирование зон, которые будут потом создавать единый рейтинг Прада и Айпада, возможно, и приведет к тому, что мы можем, скорее всего, это будет логично проводить на итоговом турнире в Крокусе, возможно, какого-то тим-матча там, север против юга, против центра и напротив Москвы. Там 4 команды, которые бы соревновались, спинцевали друг с другом. Ну, и заключительный вопрос, вот в чем вы видите преимущества в ваших турнирах по Дегиде и Айпаду? Знаете, можно, я, наверное, начну. Вот это только что речь Дмитрия, на самом деле, она навела. Вдохновила. Она вдохновила меня на этом. На самом деле, наверное, из основных таких выделяющих качеств это является то, что Дмитрий очень чтит историю и вообще все, что было. И он очень четко все это хранит в памяти. На самом деле, то, что новшества, которые рождаются, это же все действительно хорошо забытое старое. И, наверное, Дмитрий очень хорошо все это анализирует, все это помнит. И мне кажется, за счет этого происходит какое-то вот это вот развитие, потому что все же что-то надо развивать, что-то надо пробовать новое. Дай Бог, чтобы это все прижилось, дай Бог, чтобы все эти идеи понравились. Наверное, если выделять еще какое-то новшество, то не новшество, а преимущество. Это то, что мы всегда открыты для диалога. То есть мы всегда готовы получать отклик, опять-таки повторюсь, абсолютно любого содержания, даже если это какой-то негативный отклик, мы все равно к нему готовы. И на самом деле мы всегда на них реагируем. Мы действительно следим за этим и готовы, правда, готовы меняться, готовы улучшаться, готовы что-то в себе исправлять, исправлять в наших площадках, расти. И на самом деле, может быть, из-за того, что у нас не такая большая команда, это происходит все достаточно оперативно, потому что решения принимаются достаточно быстро. и отклик, соответственно, мы получаем быстро и также моментально на него стараемся реагировать. Ну и, наверное, если выделять еще какое-то преимущество искренне и действительно искренне, мы к каждому турниру, к каждой участнице всегда подходим с душой. То есть мы всегда готовы впервые, впервые, когда мы это услышали, нам немножко это даже резало слух, когда нам сказали, что вы очень клиентоориентированы. И мы как-то поначалу очень растерялись, потому что мы не поняли, как на это реагировать, хорошо ли это или плохо ли это. Но... Ну, потому что для меня в голове мы не организовываем мероприятие как сферу услуг. Мы делаем события, был такой фильм, собственно, «Король вечеринок», где человек просто получал удовольствие от того, что к нему приходили люди и отдыхали и кайфовали на этих мероприятиях. Ну, вот мы стараемся создавать эти мероприятия для пар, чтобы они приходили и получали удовольствие. А все остальное, награды, возможно, финансовый успех, это все уже побочные эффекты, которые просто сопутствуют проведению этих мероприятий. У тебя еще что-то есть? Потому что я хотел сказать, что по поводу небольшой команды хочется отметить, что, во-первых, влияние у нас в команде возглавляет Совет директоров Владимир Алексеевич Селиванов, и его опыт, и оперативность, мышление очень сильно помогают в принципе все члены Совета директоров нашего айпада, помогают развитию организации и как раз-таки принятие не затягивается, не превращается в некую бюрократию. Это все в телеграм-чатах, все бац-бац, проголосовали, приняли, обсудили, кто-то что-то доработал, сделали, наличие у нас спортивного комитета, из девушек, которые всегда, может быть, не в чате активно пишут, но лично мне, они говорят, мы не хотим беспокоить других девушек, это мне больше всего нравится, когда со всех сторон приходят отдельные сообщения, но идеи по развитию присутствуют постоянно, причем они руководствуются всегда своим опытом, даже из своих городов, регионов, там, из стран. Но, наверное, главное преимущество, которое я для себя вижу, я писал в отзыве, в статье лично от себя после Красно-Белого Кубка, когда я чувствовал, насколько большое количество участниц заинтересовано в том, чтобы этот Красно-Белый Кубок состоялся, вопреки многим слухам, даже, возможно, запретам, ну, собственно, невозможным, а запретам на судейство, некоторые судьи отказались, их пришлось менять экстренно. Я сказал, что, ну, как вот у нас есть, Спартак, да, клуб, собственно, от которого пошел турнир Красно-Белый, это родные цвета Спартака, Спартак всю историю, футбольную историю, спортивную, это была народная команда, и Красно-Белый Кубок для меня, сложился таким образом, что это стал народным турниром, ну, для ПРОАМ, но сейчас дальше, после Красно-Белого Кубка, то количество общений и коммуникаций с средой ПРОАМ, девушками, и мужчинами танцующими, и партнерами, танцующими в профессионалах, дают ощущение, что айпада, что является, я считаю, основным преимуществом относительно других людей, отличительной чертой, да, может быть, это не преимущество, но айпады, это народная организация, и то, что мы делаем, мы делаем все вместе, и вот этот стремительный рост в плане и количества мероприятий, и количества пар на этих мероприятиях, это отражение того единства, которое есть у нас, потому что, ну, многие сделали для себя выбор, я не знаю, насколько многие, но сделали, есть пар, которые сделали выбор, что мы не будем отцеливать на турнирах айпада, и как бы это не звучало, но как только они перестали туда приезжать, атмосфера на турнирах айпад росла буквально там 1-2-3 пары, до невероятных высот, и это отношение друг к другу в раздевалках, и девушки друг другу помогают, и снимают друг друга на телефон, и они потом встречаются в ресторанах, общаются, то есть это прям какая-то такая микромир, который вот расширяется, 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 и людям это нравится, и, наверное, это даже, я не хочу говорить преимущество, но это отличительная черта нашей организации. Оно особенно еще ощущалось, вот сейчас был выездной турнир в Эмираты, мы такой командой, даже мы когда летели, мы как будто вот семья летим, все друг другу помогают, прислали фотографии, в чат написали девочки, если кто-то что-то забыл в Москве, то скажите срочно, мы тоже будем вылетать, если что-то довезем до вас. Ну да, все такое было единение, не то, что вот мы, организаторы, там готовятся участницы, а мы летели такой одной большой семьей, и, наверное, все мы одинаково были заинтересованы в том, чтобы это прошло хорошо, чтобы все получили максимально позитивные от этого эмоции. И вот это действительно народность какая-то. И вот у автопати и Светланы Мишина, которая, кстати говоря, она хотя городицу первый раз у нас танцевала, она, видимо, забыла, как она в 2000, когда был перенесенный из-за коронавируса красно-белый кубок в мир, она там танцевала. Это уже было просто мероприятие айпада, возможно, просто не так сильно раскручено, что это именно айпадовское мероприятие. Ну это было начало, да. И она отметила то единение русских душ, которое произошло на турнире. И это, я считаю, особенно в наше время очень нужно, в принципе, для российских танцоров, причем независимо от того, про, вам они там суют, или в любителях, или в профессионалах. Если сейчас не будет какой-то, какого-то объединения, то, но ничем хорошим это не закончится. Если люди знают историю, то Минино-Пожорские занимались именно объединением русских земель, и именно поэтому наша страна смогла выжить как государство, собственно, и здесь то же самое. Замечательно. Большое спасибо за интервью, желаем вам успеха, процветания и новых проектов. Спасибо вам, что согласились, в принципе, на этот эксперимент и на это общение. Спасибо.